Пик формы приходит как раз-таки на вторую половину дня. Но при этом последние три недели некоторые играли утренние матчи, особенно те, которым приходилось играть СНГ, квалификацию на мейджор. Матчи начинались по местному времени в 9 или в 10 утра. Здесь как вразильцы, так и наши парни закалены этими квалификациями. Все очень ровно. ЕСБ действительно дает абсолютно равные коэффициенты с учетом выбора карты, с учетом выбора соперников в матче открытия этого ивента. Все очень ровно. Помимо того, что ЕСБ дает очень равный коэффициент, я напоминаю, что ЕСБ дает возможность застраховать свою ставочку. А у нас начинаются ножи Александр Полищук-Энканиус и Алексей Ухомалецкий уже ждут своего часа, чтобы начать комментировать этот интересный матч. Действительно, 50 на 50. Я не знаю, мне кажется, что все-таки спирит должны себя как-то проявить. Это будет довольно сложный матч, очень интересный такой соперник душный. Я думаю, будет довольно равный игрок. Давай на секундочку представим, что это твои любимые ребята из НАВИ. Выиграв ножи, какую бы сторону они выбирали на карте овермах? Не знаю, на самом деле все зависит от стратегической составляющей. Поэтому я не могу сейчас судить. Но мне кажется, что спирит сейчас покажет достойную игру. Эти ребята после новогодних праздников не расслаблялись дальше, не ездили на лыжи и сноуборды, занимались, тренировались. И мы уже готовы начинать комментировать. Так что моя ставка – это спирит. Что вы скажете? Ну, спирит, но я думаю, спирит с трудом. Я единственный, кто в этой студии. Мы отправляемся к нашим комментаторам. Алексей Ухо-Малецкий и Александр Инканис-Полищук. Добрый день, дорогие дамы и господа. С вами Ухо и Инканис. Наконец-то начинается «Luck and Load». We play. И мы готовы откомментировать первый матч. «Фурия Спортс» и «Team Spirit». Это будет очень интересно. Леша, с возвращением. С возвращением, Саша. Боже, какое счастье наступило. Друзья, мы опять работаем. Я работаю, Саша работает. Мы вместе. We play. Вся банда для вас сегодня работает. И мы готовы хайпить. Мы готовы удивлять и радоваться красивому Counter-Strike. «Team Spirit» против «Фьюрии». Мы видим, что «Фьюрии» играют в данном случае в защите. Давайте пройдемся по никам. Art.Yuri.Able.Vinny.Serato. «Sot Ficold» и «Дима», «Самда Янг» и «Довкост». И у нас, судя по всему, команда «Спирит» попытается сейчас очень быстро под раскидку выйти на точку. А смогбанк «Эйбл» пытается кого-то поймать. Пока что безуспешно. Дима пока что не прошел. Но «Фурия» уже получила первый хэдшот. Это арт, который будет очень сложно заходить. В итоге его забирает Дима. «Самда Янг» дальше проходит против «Юрии». Тут будет очень сложно команде «Фурия» совершать данный результат после установки бомбы. Я напоминаю, что у них есть один набор дефузов. Это «Ксерата». Молниеносство. Команда «Team Spirit» залетела просто на базу А, разрывала здесь оборону. Но, тем не менее, шансы, в общем-то, есть. У «Фурии» здесь 3 в 4, уже 3 в 3. Есть щипчики. «Ксерата» может здесь раздефузить бомбу. Однако «Самда Янг» делает очень важный минус по «Вини». В планете работает «Ксерата». В итоге ситуация 2 в 2. И, в общем-то, довольно неплохо все складывается для бразильцев. Ой-ой-ой. Тут еще один хэдшот залетает. Очень сложно будет дальше пройти «Эйблу». В итоге он забирает кул. Где там в смоке уже бомба дефузится. Да, в курс пытается пресечь. Этот дефуз ему будет очень сложно. Но «Эйбла» забирает. Но там все-таки команда «Фурия» смогла разминировать эту бомбу 1-0 в пользу бразильцев. Которые, кстати, живут в городе Майами. Майами, да. Но сейчас мы понимаем, что они находятся в Европе. Турнир проходит в интернете. И, в общем-то, думаю, что ребятам будет комфортно играть. Насколько я знаю, ESL любезно предоставил места для тренировки, для буткемпа. Так, ну что, 1-0 Team Spirit решили покупать. Это, в общем-то, довольно интересное решение. Они будут ломать сразу же экономику и пытаться как-то перехватить инициативу. Ну, судя по всему, Виктор Самдайян кому-то тоже сбрасывал свой АК-3. В итоге таких девайсов будет 2. Сотфик вместе с Колди. Есть также скауты Дайв Костан. Ну и, в общем-то, команда «Фурия» готовы крепляться на точке B. Судя по всему, там была небольшая агрессия на центр. Но потом решили ребята все-таки отойти обратно. И у нас пока без первого контакта готовится флешка, чтобы Сотфик сумел занять центр и выйти на бомба. Так, ну что, у нас там АУК, 2 ФАМА со скауты и MP9 у «Фурии». Ну и Team Spirit, в общем-то, на самом деле, хороший закуп. Здесь ребята могут что-то показать. Есть гранаты. То есть, я думаю, что здесь не будет долгих ротаций. Скорее всего, будет какой-то прямолинейный заход. Ну, пока не в туалетах. Да, это, возможно, база А. Но у «Фурии» здесь 2 человека. И вот этот вот парень со скаутом уязвим. Сейчас он может погибнуть. Отличное начало для «Спирит», «Колди», «Дима» делают по фрагу. Все, база открыта. Да, MP9 пытается выйти на размен. Пока что не получается. «Колди» забирает уже эту позицию под контроль. В общем-то, тут у «Ксерата» было минимум шансов, чтобы перестрелять противника. Ситуация пока что печальная. В общем-то, 2 в 5. Наверное, стоит идти на сейв и «Эйблус», «Аугам», ну и «Фамас» тоже тут ничего не поделает. Ребята тут уже полностью закрыты. Команда «Спирит» сразу же отыгрывается после отданного пистолетного раунда. Саша, у нас проходной двор на базе, а походу. Да, но там, ребята, на самом деле такое ощущение, что не ожидали вообще форса. То, что там будут выходить просто дефолтные какие-то пистолеты. И, в общем-то, они с легкостью смогут их принять. В итоге «Вини» последний тоже погибает. Был размен до вкост «Пал», но «Колди» тут же не отпускает противника. 50 на 50 тут, опять же таки, игра. Я напоминаю то, что «Винрейт» и одной, и второй команды на карте «Оверпасс» составляет 56%. Отлично. Ну и, опять же, да, друзья, напомним о том, что эти команды уже квалифицировались на основную, даже не основную, это «Challenge of Stage». Да, у нас новая уже… Ну, по сути, они уже на мейджоре. Да, ну, в новом формате мейджор, да, ребята уже имеют свои наклейки. Мы знаем, что Неймар топится в «Фьюри», он не один раз уже… «Дия де Фьюри» запускался хэштег. В общем-то, Арт пытается принять тут кого-то на центре. Сказал, пока что не сработал, хотя кое-какой урон получает и «Колди», и «Дима», но пока без первого фрага. Ну, 2 плюс 3 в обороне. При этом два игрока, которые играют на базе А, довольно активно себя здесь проявляют в туалетах. И вот, судя по всему, первое столкновение под флешечком. Выход. Юрий делает фраг, соцфик на размене. Там также соцфик… Так же. Ну, это все тот же соцфик, делая два минуса, четыре в три ситуации. Опять, пока Team Spirit себе не изменяют. В основном они движутся на базу А. Здесь лидер команды Spirit был хорош. Дальше остаются у нас три игрока команды «Фурия» и «Спортс» Эйбл, Винни и Ксерата. Ксерата — это тот самый парень, которого сватали в команду MIBR, но что-то там не получилось. В общем-то, это выходец из «Фурия» Акедами. И сейчас он пытается там помочь Эйблу. Уже, кстати, не повезло. В общем-то, там дальше выходит уже Ксерата под флешку, но она не самая успешная кул. Его забирает. Последний Винни врывается на коннектор. И его уже успел убить сам Дайян. 2-1, команда Spirit выходит вперед. И сейчас у нас, ну, судя по всему, будет полное эко от бразильцев. Пока Team Spirit чувствует себя комфортно и играет довольно легко. Нет какого-то напряжения. Вот Даня, несмотря на то, что отдали пистолетный раунд, в котором была довольно неплохая инициатива у ребят, в конечном итоге они сломали бразильцев. И те сейчас вынуждены делать эко. В следующем раунде закуп, опять же, будет неоптимальным. Ну, сейчас будет очень просто. Быстрый заход. Но, с другой стороны, Fury готова к этому выходу. Посмотрите, здесь большинство бойцов команды располагаются на базе B. Раскидка от сам Дайванга. Кстати, Moloto полетел уже на ABC. Ну, в общем-то, здесь Сирата должен, конечно, ставить хэтшоты. Но кому-то нужно помогать. Нет, это Сотфик. Проходится уже по первым 5 на 4 ситуация. В итоге Сотфик дальше идет. Винни погибает. Трипл гелл должен быть или нет? И пока что не получается. Но очень красные остаются игроки защиты. Ну, и ненадолго хватает. Их тут последний тоже. Арт погибает. Колди находит его на хэлпе. Легчайший раунд для команды Spirit. Очень важно было сейчас никого не потерять. Сохранить экономику. Голые USP были у команды Fury. И они совершенно ничего не смогли сделать. Ни арморов, ни гранат. Вроде как стакнулись на базе B. Но это не принесло никаких плодов. Ну что, Team Spirit покупают. Первый выход был на базу B у нас в прошлом раунде. Но вот сейчас, вероятно, Team Spirit будет отыгрывать свой дефолтик. Ну и обратить внимание на Fury, которую купила Триауга. Да, много рассуждений сейчас в сети. Потому что вот очень много проигроков выступает о том, что нужно пофиксить данный девайс. Вернее даже кучность стрельбы, возможно, понизить. Особенно в зуме, что касается. Потому что если ты смотришь в зуме из-за угла, то у тебя уже стопроцентное убийство. И очень сложно разменяться. В общем-то об этом еще много будет обсуждений. Но мы ждем только одного. Это реакция от разработчика. Да, ну и реакция от бразильцев. Потому что пока они потеряли инициативу в этом матче. Один раунд пистолетный. Дальше мы видим, что Spirit играет в очень уверенный Counter-Strike. Сейчас выход на детскую площадку от игроков атаки. Также один в коннекторе, один под базой B. Ну и 3 плюс 2 у Fury. В общем-то 3B, 2A. Опять же Long от Spirit. Опять же флешечка под Юрия. И будут сейчас его отсюда выпили. Ой-ой-ой, там Counter-Flash выпад от Юрии. Минус Дима уже получается там еще уйти обратно. Не получается дальше пройти до в косту. Сотфик только сейчас включается в эту борьбу. Пока что размер не самый лучший для команды Spirit. Но они все же пытаются дальше выйти. Сирата, неплохо. Колди, Сотфик отлетает. Тут R тоже подключается. Но с другой стороны, тут как-то вот совсем не вместе получается ребятам ворваться на эти позиции. И последнее остается только один сам Дайян, который уже выходит на точку B. Но Эйбл к этому готов. Второй раунд для команды Fury. Отличная игра. Это была Counter-Agressia на длину. Да, отличный выпад под флешку прежде всего. И этот выпад с туалетов, с ланга и размен в плюс. В конечном итоге Fury забирает второй раунд. Ну, Spirit действительно что-то замешкались. Вот они там. Что пошло явно не так. Там одна секунда, Алексей. Просто вот еще бы подождали бы флешку. Если бы успели они первые ворваться на туалет. И было бы не так уж просто выбивать их из этой позиции команде Fury. Ну, закуп есть. Это три АК-47 АВП и Сиг. И вот теперь вопрос от Spirit. Они очень активно здесь действуют под базой B. Накидывают гранаты. Пока сюда не идут. Играют через коннектор сейчас бразильцы. С Маком закрылись на монстре. И, в общем-то, контроль карты на данном этапе явно за фури. Еще и врыв. Зика. Какой минус от Винни. Также с коннектора Арт приходит на болото. Делает еще один фраг. Но Spirit ответит. Просто разорвали сейчас болото бразильцы. Очередной акт контр-агрессии. От контр-террористов. Вот видели, как залетали эти молотовые флешки. И, в общем-то, под команду Spirit было очень тяжело дальше пройти на болото. А эту точку было очень важно занять. Потому что вы не можете просто стоять, тусоваться и не врываться там на коннектор. Кстати, в коннекторе я не заметил никого из атаки. Может быть, это тоже не то, чтобы недоработка. Но, с другой стороны, там игрок защиты тоже спускался. Очень легко принимал их на этой позиции именно в болоте. В итоге сам Дайянг вместе с Довкостом пытается пойти дальше под монстры. Но тут Винни. Ой, какие тайминги. Молотов все-таки откидывает под ноги сопернику. Ну и тут понятно, что снайперская винтовка атаки не сможет выйти по данному направлению. Неплохо арт врывался. Но сам Дайянг был готов к этому агрессивному муву от своего соперника. В общем-то, пока что только один фраг. Два в четыре ситуация. И двойной перевес у соперника. Но тут Винни с аугом не пройти. На бочках стоит и обороняется. Очень круто на точке B. Но отметим то, что Спириты все-таки, ты спрашивал, говорил про коннектор. Не было никого в коннекторе. То есть они в пятером стояли под B. Они подошли на монстр. Накидали гранаты. Хотели выбить болото. Но в этот момент опять же контрагрессия очень удачная. Плюс контроль коннектора от бразильцев. И соответственно... Ну, мы видели просто там вообще без шансов. Там не было ни одного минуса в ответ. И Фури берет два раунда подряд. И первые экономические проблемы. Небольшие, но все-таки есть у команды Спирит. Да, все же Довкост тратил очень много денег. Из-за этого вынужден играть по 250-м. Четыре АК-47 будут помогать. Очередная агрессия от команды из Sports. Фурия, в общем-то, она готова дальше врываться на центр. Но тут нет никакого смысла идти дальше Юрия. Потому что есть угол. И тут только один вопрос. Готовы ли к этому ребята из команды Спирит, которые уже под фонтан успели пройти? Ну, один игрок здесь у нас. И он дальше идет в агрессию. Сейчас какой тайминг. Как же неприятно может быть сейчас для команды Спирит. Юрий, чеки лево, бро! Он сейчас даст информацию о том, что это скорее всего B. Да, увидели там одного Самда Янга. В итоге по Юрии. Есть информация, Сотвик разворачивается, забирает его. И это быстрый выход А. Там уже мчится Сирата. Очень важно сейчас под флешку ворваться на точку. Потому что с дефолта, с этой ступеньки будет очень сложно работать. Флешка все-таки еще разлетает. Колди замечает противника. И тот еще и вступает в Молотов. Отличная работа от команды Спирит. И Арт тоже погибает от Довкоста. 2 в 4. И тут уже Винни пытается там кого-то еще дальше найти после убийства Димы. Но опять же нужно идти на ретейк. Наверное, еще через банк. А бомба уже тикает. Но щипчики есть. Молик есть. Теперь нужно проверить себе позиции. Хорошая точка также от Колди. Солтик забирает Винни. Но можно уходить на сейф. Я думаю, что Эйбл здесь понимает, что шансов не так много. И этим Спирит удачно заходит на базу. Алексей, насколько жестко все-таки сработал данный тайминг для Юрия, который вышел на центр и сказал о том, что здесь чисто, никто не выходил. Ну и тут важно было кому-то из команды Спирит сработать на точке Б. Там был один игрок. Да, он никого не забрал. Но с другой стороны важно то, что на себя стянул внимание от своих соперников. И там на секунду буквально Сирата остался на дефолте. На хелпе, в общем-то, и только потом стал перетягиваться на... И тоже не успел. Восьмой раунд сейчас будем смотреть. Команда Спирит вышла вперед. И, в общем-то, мы ожидаем врыва от команды Фьюрия. Очередного у нас появляется снайперская винтовка. Арт. Ну, закуп есть, да. Закуп есть. Можно повесить. Три Ауга. Один АК-47. Арт с АВП. Довольно ровно пока идет команда Фурия. Ну и Спириты также имеют хороший закуп. Сколько? Три, да, игрока у них выжило. В конечном итоге, опять же, это очень важно для экономики. Ранний контакт. Флешечки на медле. Арт. Сделал выстрел, но отходит. Тут же прилетает смок. Атаки, который перекрывает возможность снайперу просматривать. И команда Спирит выходит на центр карты. Отличная раскидка от Спирит. Они знают, что делать. Они знают, как нужно занимать банан, туалеты под свои же смоки и флешки. Арт. Капитан команды Фьюрии и Спортс. Должен рано или поздно включаться со своей снайперской винтовкой. Колди. Кстати, готов под крышку врываться дальше на туалет. И тут Юрия довольно активная позиция будет за смоками. Сотфик к этому готов. Арт забирает Диму. Это было очень важно, учитывая то, что не было кого-то рядом, чтобы успеть разменяться. И Арт стоит дальше держит этот угол. Все-таки Винни забирает, но тут же размен от Колди. Пока что все неплохо на команды Спирит. Но как пройти дальше на эту точку А? Спуск в коннектор. Да, решили уйти все-таки на базу Б. Отмечу, что Фурия только что была вчетвером на А-пленте. Никого не было на Б. Там была только одна пассивная позиция у Эйбла. Вот как раз-таки он возвращается на хелпу. Спирит, возможно, поймали очень удачный для себя тайминг. Заходят на базу Б. Есть два молота. Ставится в пакет. Позиции, в общем-то, тоже неплохие. Один монстр, один плент и болото. Все есть у Спирит для того, чтобы выиграть этот травм. Будет ли подсадка на хелпе? От игроков защиты это тоже очень важный вопрос. Есть контакт, давкост. Вантап на Ксерата все-таки подсадка не сработала. Арт пока что на девятке. Вообще никого не может найти со своим АВП. И нужно идти на сейв. Тут уже некуда идти. Опять же-таки тут понятно, что есть диффуза, есть две флешки. Но с другой стороны слишком хороши позиции команды Спирит. Это пятый раунд для них. Да, но и там сейчас у Фурии просматривается экономически. Очень важно действительно здесь сейвить снайперскую винтовку. Вряд ли будут бразильцы покупать. Я не думаю, что они пойдут на такой риск. И резонно ли это, в общем-то. Они проигрывают два подряд. И сейчас у них будет 2 400. Но да, нужно сделать одно эко. То есть, в общем-то, надо делать эко. Нельзя форсить здесь. АК 47-й. АВП, я не знаю, может быть стоит проявить агрессию. Уже не один раз мы видели, как Арт врывается в мидл. И пытается первым контактом снять голову игрока команды Спирит. Ну, дело в том, что в прошлом раунде у него получилось заработать для себя первый фраг. Но там вот Юрий совсем не совладал, потому что слишком он там открывался на банане. Возможно, этого не стоило делать. С другой стороны, там была четкая комбинация защиты, которая просто не смогла сыграть вместе и на хороший размен. Мотов на зиг. Это, возможно, быстрый выход на монстр от команды Спирит. Да, так и есть. Флажка уже должна полететь в Винни. Должна слепнуть просто в хлам. Там была подсадка, которая разрушена. Дима пытается дальше пройти по своей же флажке. Как же круто получается сделать этот Б-план. Дима! Дима! Второй минус уже получается сделать. Дима, третий, вот, Грайн, внутри Планта играет еще один чех. Его не проверили, нет инфы по нему. Ой-ой-ой, там в споке у нас казачок все-таки может ворваться неплохо. Винни пойдет в 250-й. А дефузит ли бомбу сразу? Вот вопрос под шумок, но тут будет очень сложно. Он пытается найти свой фраг за монстром. Ну и Колди замечает врага. Это минус один, два в пять ситуация. В общем-то, Арт вместе с Сирата находились слишком далеко. Они, возможно, будут пытаться выбить еще один девайс для Сирата. 6-3. Фурия здесь сейвит свою снайперскую винтовку. Арт и Сирата действительно очень важно здесь, опять же, перенести эту винтовку в следующий раунд. Ну, Спирит хорошо начинает. Атака, в общем-то, пока складывается неплохо. Три раунда подряд. Напомню, что счет был 3-3. Потом Team Spirit удачно зашли на базу А. Сейчас пакет взрывается, и Team Spirit потихонечку набирает в экономике. Да и в целом, для Best of 1, конечно же, такое начало на оверпассе очень хорошо. Это победа. Это смена коэффициента. Это лайф. Да, на ES.B. 2.62 на команду Фьюрия. Но, опять же, непонятно. У нас только начало. Ребята сыграли не так уж и много девайсных раундов, хотя сейвят свои сильные винтовки. С другой стороны, у них было два выпада на длину и по точку B. Пока что они как-то серенько смотрятся на фоне своих соперников. Но, с другой стороны, атака сейчас диктует свои условия. Это команда Spirit, которая показывает очень сильную игру. И Sothik лидер сейчас не только внутриигровой, но и по фрагам. 11 на 4. Но отметим все-таки то, что Фьюрия довольно активно двигается по карте. Ребята, вот я говорил перед этим, что играли 4 плюс 1. То есть 4а — это нетипичная оборона на оверпассе. Были также выпады на болото. Мы видели экшен на ланге под флешечки. В общем-то, видно, что у бразильцев проведена огромная работа. И это то, вот как раз-таки сейчас мы видим, знаешь, ту подготовку, которая была перед мейджором. То есть ребята понимали, куда они едут. Они понимали, зачем они едут. И вот сейчас они продолжают дальше реализовать свой потенциал. Поехали. На 10 раунд это бай от обеих команд. Будет смог от сам до Янга на банан. И, возможно, это небольшой эффект, учитывая то, что они часто занимали центры. Сейчас они попытаются ворваться на зиг. А там, кстати, пока что нет близких позиций от команды Фьюрия. Только один Винни был на монстре, который, заметите, должен был, во всяком случае, ноги оппонента. Под себя смог тут же. И пока что активности на зиге у нас будут продолжаться. Флешка политит ли нет. Сейчас будет контратегрессия очередная. Вот она. Хорошо, никто не слепой. В итоге Сотвик забирает одного. Это был Эйбл. Винни тут же разменивается. Минус капитан. Заходят два плюс два. Сейчас спирит. Винни уже могут быть у него проблемы. Внутри плутает, однако он делает минус по SDK. И тут же отвечает Довкост. Ну же, где холпа? Вот он, размен. Довкост. Валпа ситуация. Довкост мажет по девятке. Там два игрока команды. Фурия. Вау. А там не было попадания. Как? Ну, в общем-то, Арт забирает Довкоста, который должен был хотя бы простреливать оппонента. Тут, опять же-таки, нужно еще в замедленном варианте посмотреть этот момент. Ну и Колди последний, он понимает, что сейчас можно очень быстро выйти на точку А. У него уже бомба. И это Клач. Один из первых на этом вообще матче, потому что у нас очень часто заканчивается просто сумасшедшими разменами, раундами. Сейчас наконец-то можно остановиться и принять какое-то решение одному игроку. Это Колди, который должен уже прочекать точку А и вскоре поставить бомбу, скорее всего, на банк, потому что он пришел с длины и на туалеты ставить пакет нельзя. Ну, кстати, тайминг у него просто идеальный. А учитывая то, что Фурия решила здесь стакнуться, это тоже, в общем-то, правильное решение. Поддерживаю именно решение играть вдвоем против одного. Колди пошел в длинный загул и сейчас время играет явно против него. В конечном итоге он спалил свою позицию. Есть информация по бомбе. Нужно ее быстро устанавливать. Сейчас, конечно же, бразильцы пойдут на ретек. Откидывает смог Колди. Бомба все-таки ставится под банк. Что теперь? Вот он выход. Колди отходит прямо. Молодов, как же неудачно, он здесь подграет минус 40 хп, но все еще живет. Все еще есть надежда у команды Spirit. Там AWP на ретеке. Это тоже очень сложно. Возможно, будет для команды Фьюрия. Арт вместе с Юрия должны выйти через банк. Лашки не летят. У нас минус один. Один на один ситуация в итоге. Юрий против Колди. 60 против Сотки. И Юрий все-таки убивает соперника, даже не используя здесь зум. Он понимал то, что расположение, дистанция позволяет ему даже не использовать это, убить соперника. Ну, я уверен, уже забирает свой клач. Это четвертый раунд для команды Фьюрия и Спортс. Поздравляем. Да, Колди хотел, видимо, на кураже просто сразу же разыграть дуэль против другого игрока. Но нет, все-таки тот оказался более удачливым. Да в кост, выстрел буквально в очки. Ой, нет, 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 нет. Тут немножко левее, в общем-то. Тут не было попадания. Спасибо большое нашим мапсерверам, то, что показали еще раз. И наши зрители убедились, что не было все-таки там этого фрага. 11 раундов вскоре будет позади. Это вновь Аукбаев от команды Фьюрия. 4 плюс 1. В общем-то, А1 это АВП от Арта. Ну, использует активно эту снайперскую винтовку. Снайперскую, конечно же, обычную штурмовую винтовку с зумом. Ну и АВП. Арт получил уже довольно много урона в этом раунде. Минус 76. Не очень приятно. С другой стороны, это снайпер. Опять же, его задача сделать один выстрел и сразу же... Возможно, подсадка, Алексей. Так, но подсадки не было. Вообще, довольно активно матч складывается. Но вот сейчас с Фиридой решили играть медленно. Возможно, эта подсадка как раз-таки против маленькой деревяшки. В общем-то, очень часто там тоже любят игроки защиты располагаться, чтобы убить Зик. Но пока что раскидка от команды атаки. Тут уже Димов готов вырываться через Зик. Сам Дайан забирает вместе со своим тиммейтом Винник. Сирата тут же отменяет выход через Зик. И, в общем-то, очень тут долго все делают ребята из команды Спирит. Там Фирид тяжко полная. Должна уже быть от Фьюрия. Но все-таки Эйбл не справляется. Он был за плентом. Ему нужно было просто жить. Отмечу хорошие гранаты, зонирующие от команды Тим Спирит. Они изолировали Хелпу. Кинули Молотова на болото. Сюда на водичку вот эту вот маленькую. Поэтому все четенько. Сотфик делает фраг. И надо уходить бразильцам на сейф. Здесь нечего ловить. И они, так было видно, знаешь, довольно робко и аккуратно пытались сделать этот ретейк. Надеялись где-то сделать фраг. Но в конечном итоге команда Тим Спирит берет седьмой раунд. И у Фурии сейчас будет ресет. Это самое неприятное. Очень круто команда Спирит ломает своих оппонентов. Вот у нас уже была подобная история, когда бразильцы берут один раунд, потом проигрывают следующий. После такого очень сложно возвращаться. Но с другой стороны, тут уже сами Спирит должны пытаться выбивать эти девайсы. Ни в коем случае нельзя отпускать уже Арта. Хотя его снайперская винтовка, если честно, пока молчит. Мы видели только один фраг. Ну понятно, что это ни на что не влияет. Но с другой стороны, было бы неплохо забрать его. Дальше на размен никто не пошел. Седьмой раунд. Команда Спирит близится к победе на первой половине этой карты. Снайперу, конечно, нужно пространство. Очень сложно попадать 10 из 10. Мы об этом знаем прекрасно. И я думаю, что потенциал этого снайпера на турнире WePlay Lock and Load мы еще не один раз увидим. Так, промокоды, друзья. Копируйте сразу же быстренько. Залетайте на сайт WePlayTV. И там вот среди тех, кто ввел промокод, будут разыграны скины. Сегодня разыгрывается 5 АК 47-х. А неоновая революция, если не ошибаюсь. Также не забывайте о том, что есть розыгрыш в группе ВКонтакте WePlay. Скидывайте самые крутые клипы с сегодняшнего, да и завтрашнего, послезавтра дня. В общем-то, и мы будем в конце каждого дня определять четверых, если не ошибаюсь, победителей. И у вас будет шанс сыграть в команде Уха, Страйка или Энканиса. Мы будем друг против друга устраивать небольшой турнир после этого чемпионата Lock and Load. Так что мы взведены, ребята. Мы готовы, мы опасны. А вы готовы ответить только на этот вопрос. Но вы можете наиболее красноречиво ответить на него только своими клипами. Да, друзья. И, конечно же, ставьте плюсик в чат, если вы готовы. И если вам по душе работа наша работа, работа наших аналитиков, работа студии и всей команды. Все очень стараются, все очень хотят, чтобы прошло на высоком уровне. И игра у нас первая идет на высоком уровне. Хорошая скорость и интересный экшен. Арт, наверное, здесь его не отпустят. Есть размен от Колди. Выход через коннектор также на Middle Team Spirit разменивается. Опять же, Алексей, на что надежда снайпера команды Fury, учитывая то, что в коннекторе никого из тиммейтов нет. То есть помощи нет на длины также. Он один играет. Ну, это слишком уж, знаешь, возможно, взял на себя вот эту игру. И за это поплатился, потому что размен равный. Он всегда не в пользу контртеррористов. Четыре в четыре у нас ситуация. В итоге снайперская винтовка потеряна. Там еще и ЦЗшка на руках у Эйбла, Аук, у Юрии и фармганы Винник-Серата. Пока что Spirit даже не пытаются дальше пройти. Они понимают, что, возможно, подсадка идет за смоком от противника. Колди прошивает в итоге к Серата. Там, кстати, остается еще один противник. И было бы неплохо его прочекать. Эйбл! Ну, что ты будешь делать? Анлуко. Анлуко оставил он красным диму. Но все равно команда Team Spirit могла зайти на базу А, но они решили разыграть медленно. Дальше этот раунд. Ситуация четыре в два. Есть АУК, есть МП-9. Но есть ли шансы на победу в этом раунде? Это вопрос. Осталось 30 секунд. Team Spirit имеют время перетянуться через коннектор на базу Б. Уйти на лонг. Пока мы смотрим то, что именно такую опцию, первую опцию, конечно же, через коннектор уйти на базу Б, выбрали Spirit. Да. И Юрий вместе с Винни вскоре поймут то, что они встряли. Будет очень тяжело что-либо тут делать. Опять же, МП-9, возможно, пойдет в коннектор для того, чтобы кого-то забрать на отходе. Но было бы неплохо ликвидировать калаши, потому что команда Spirit потихоньку набирает себе экономику. Особенно если вы, дорогие зрители, обратите внимание на того же сам Дайянга. Некоторые проблемы, да, понятно, у Колди, у Димы, у Довкоста, но вот за счет этого раунда они себе эти деньги смогут построить. Очень хорошо смотрится сейчас команда Spirit, довольно живо, довольно сбалансировано. Ты знаешь, вот я не вижу брака, вот что радует, видно, что команда находится в хорошей игровой форме. Я не могу сказать про Фурию, что у нее тоже у них там что-то как-то идет не так. Вот да, арт в прошлом раунде это вопрос, или это даже в этом раунде, а это в этом раунде было. То есть ты идешь в соло-мидл, чувак, серьезно, то есть подожди, а ты как бы не думаешь о том, что тебя разменяют и все, у тебя сразу же дырка в обороне. Но ты должен быть сплавом Гардиана, Симпла и Девайса для того, чтобы там в соло играть, для того, чтобы понимать абсолютно все тайминги и успеть отойти. То есть тут дело в том, что ты, ладно, там убиваешь одного, но там мало того, что еще один игрок будет выходить обычно занимающий детскую площадку, да и коннектор тоже включается очень часто. Нет коннектора у команды Фьюри, а сейчас вначале у них были какие-то врывы, а также выходы на болото, они помогали вместе с Зигом занимать эту точку своим ребятам, которые обычно защищаются на точке Б. Сейчас это просто куда-то пропало. Возможно, продиктовано тем, что у них действительно очень мало денег, и в этом раунде только Юрий с Аугом, все остальные с дефолтными пистолетами USP Tactical. Тяжело, тяжело в обороне дается игра пока Фурии, но 4 раунда, это, конечно, немного, и, в общем-то, этого недостаточно пока, но было бы неплохо взять 5-6, и, наверное, как-то все-таки бразильцы, я думаю, в атаке смогут еще побороться и показать достойную игру. Тим Спирит играет через лонг, один игрок сейчас все еще находится на фонтане в медле, ну и вчетвером вот они очень активно ломают длину, а команда Фурия уже перестроилась, и они выходят на базу А. Три раунда, осталось посмотреть до конца этой половины, в общем-то, ждем раскидки от команды Спирит, в общем-то, это выход на точку А, там очень сложно Эйбл занять какую-то позицию, там все просто горит, все в смоках, и бомба вскоре будет поставлена, хотя Винни попытается забрать кого-то, там неплохо Эйбл ворвался, в итоге Дима после этого остался красный, Софик разбенивается, ну, вернее, уже убивает соперника, потому что Дима еще живой, но Юрий, Юрий нашли! Юрий, включается, делается, но уже третий минус, могут быть огромные проблемы, они уже есть у команды Спирит, один в два, Самда Янг. 36 хп, у Самда Янга пытается дальше пройти, Хая неплохая, в итоге забирается одного соперника, один на один, а то! 4 хп в итоге остается у него Самда Янг, ладнокровен, опасен и действительно успешен в концовке этого раунда, потому что девятка появляется у команды Спирит в табло. Отлично. И разбито табло команды Фюрия, которая, да, пыталась обороняться неплохо. Юрий, это аук, ребята, об этом мы уже сегодня говорили, то, что если ты держишь угол, очень сложно против тебя выходить с этим оружием. Да, жестко, очень красивый, динамичный момент, и парень из команды Спирит, Самда Янг, Виктор, вышел победителем из этой схватки, и хорошая попытка от Фурии, очень быстрый контакт у нас от SDY. SDY. Ну, ты знаешь, это был стиль Нико, вот эти вантапы, особенно если ты кого-то заспреил, и дальше вантапы, получается, в итоге, вот она агрессия через коннектора, который я высказывался в прошлом раунде, ну, там никого не находит команда Фьюрия, с другой стороны, это уже информация о том, что соперники не занимали близлежащую дистанцию на точке B, и можно уже потихоньку отправляться большинству на А, а там уже на длине оказывается Дима и компания, которые выходили под флешки. Ну, перегруппировались, конечно же, Фурия, и оставили одного на B, это Эйбл, который играет на болоте, выпад отличный от Юрия, флешка тут же в ответ, сейчас будет разбит, нет, не будет, как же хорошая Сирата, как же вовремя он врывается, он делает два минуса, Ксирату три минуса в итоге с этой М-ки, и это пятый раунд для Фурии. Я не верю, здесь, конечно, Виктора, как бы он был неплох, хотя он действительно неплох, мы видим, но будет очень тяжело, 1-3. Ой, спрей. Нет, все-таки не получается добить Арта, который попадает по противнику ССГ, и у нас пятерка у команды Фьюрия все же есть, и будем смотреть последний раунд этой первой половины. Ребята, еще раз всем добрый день, с вами Ухо Инканис, это WePlay, Lock'n'Lot, и первый матч между командами Фьюрия и Спирит, это все дело проходит у нас сегодня в системе Best of 1, только одна карта, но дальше будет больше Best of 3, начиная с завтрашнего дня. И 10 тысяч зрителей на стриме, добрый день, друзья, здравствуйте, еще раз, мы очень рады, мы соскучились, и мы с удовольствием для вас прокомментируем этот матч, и последний раунд в первой половине. Так, снайперская винтовка там просто будет помогать занимать любые точки, Дима уже напрягает B, там пока что нет ответа активного от команды Фьюрия, но мы-то знаем, что Эйбл уже умеет урываться, он уже это показывал по ходу этой половины, в общем-то будет подсадка сам Даянга и Дима, чтобы прочекать всевозможные углы у бочек, но пока что нет прострела от Сирата, который понимает, что нужно, наверное, отойти, потому что с Калаша можно еще получить нормально так. Ну, 3 плюс 2 в обороне сейчас Фьюрия, довольно глубоко они играют на Абленте, 3 позиции на Б. Вообще можно отметить, что Фьюрия довольно активно играет в защите, постоянно какие-то есть комбинации, какие-то выпады, поджимы, какие-то решения, попытка перехватить инициативу на карте, это очень и очень похвально. Ну что, 50 секунд практически у нас осталось до конца этого раунда, мы видим, что позиции от команды Team Spirit говорят нам как раз-таки о том, что это будет выход на B, Дима идет контактом, это неплохое решение, флешек нет, не открывает свою позицию Spirit, и могут быть здесь проблемы, потому что 3 игрока, уже 4 игрока, и Эйбл на монстре, как же хорош, Винни также подключается делать дабл с Калаша и Давко с последней 1 против 4. Ну, тут смогли стабилизироваться ребята с команды Фьюрия, все-таки Сирата, заканчивать своим фрагом эту половину, 9-6, ты знаешь, неплохо, особенно учитывая то, что мы сегодня с тобой, Алексей, посмотрели за эти 15 раундов, раундов, вот, в общем-то, Фьюрия не была, ну, меня она не убедила, если честно, в защите, то есть были реально проблемы, и только за счет вот этих последних раундов они смогли выйти на такой счет, и на то, что они вот вновь поймали соперника на длине один раз, и по точке B только что тоже, в принципе, контакт без флешек не сработал у атаки, вот она статистика. Винни, я бы не сказал, что сильно выделялся, но свои фраги делал. Ну, довольно ровно, на самом деле, идет команда, и в целом видно, что, ну, я не могу сказать, что там не идет игра, или там вот они совсем там как-то плохо играют. Нет, абсолютно, знаешь, вот я больше склонен полагать, что это, знаешь, вот начало, когда ты начинаешь в атаке, в моем понимании играть легче. Друзья, промокод сразу же копируйте, очень быстро летите на сайт WePlayTV, там есть, кстати, в чате, по-моему, должна быть отдельная ссылочка, непосредственно для того, чтобы вводить эти коды. И среди тех, кто вводит коды, будут разыгрываться скины. Сегодня разыгрывается пять АК-47, неоновая революция. Ну, и какая будет революция команды Фьюрия на эту карту, в общем-то, мы вскоре узнаем, потому что вот для меня она в атаке, это пока что секрет, который нужно будет разгадать совсем скоро. Мы, в общем-то, посмотрим эту пистолетку уже. Поехали. Оба коллектива друг на друга, спирит, судя по всему, будут иметь еще активности на точке А, потому что идет довольно агрессивная позиция на центре. Это сам Дайян, который делает свой выпад, но вроде как они, Эйбла, не замечают проходящего на детскую площадку, но там также три бойца Фьюри спустились в коннектор. И они могут стать реальной проблемой для сам Дайянга, который остается слишком долго на шариках. С другой стороны, у него будет поддержка от Димы, хотя Эйбл уже попадает ему в голову. Так, а тут вопрос в том, что могут уже Диму не отпустить. Да. А он красный. А еще есть два набора у нас у Фурии. Молик, два смока. Ну, в общем-то, с таким набором можно построить хороший выход куда-либо. Но здесь вопрос в том, что Медле, засада, Санта Янгомс, выделяй, минус, атака Винни с вертухи. Также Эйбл делает фраг. Проблемы у спиритов, однако, Давко отыграет на фантале. Как же неплохо было только что сейчас от Давко становится. Сейчас Фурии нужно остановиться. Ни в коем случае не пытаться быстро куда-либо выйти, потому что времени еще достаточно, чтобы принять нормальное, правильное решение, исходя из этой ситуации. А тем временем Сотвик вместе с Колди поджимается на длину. Это тоже интересный момент, учитывая то, что они, ну, пытаются тоже угадать. Но с другой стороны команда Фьюрия уже спустилась под коннектор. Это будет выход на точку Б. Раскидка поехала. Молотов на хелсу смог на девятку. Бомба будет поставлена сию секундно. Все очень четко здесь у Фурии. Разыграли они отлично свое преимущество. Зашли на базу Б, ну и ретейк будет от Сотвика и Колди, которые двигаются через коннектор. Есть щипчики, это хорошая новость. И также есть две флешки. С этими двумя флешками можно построить, в общем-то, неплохой ретейк. Ну, наверное, пойдут вдвоем через шорт. Нет. Все-таки решили разделиться. Это вопрос. Колди идет на монстра. Справа пока не чекает. Чекает. Делает фраг. Уже два в два. Остался Винни и Ксерата против Колди и Сотвика. Так, на халпе нашли противника. Сирата пока что закрывается на бочках. Убить Винни, да, получается Сотвика убить Вой. Там бомба уже дефузится. Что они вытащили вообще? Забирают оппонента. Да, все-таки бомба раздефужена. И после такого будет очень сложно возвращаться к команде Фьюри. Спортс 10-6 в пользу Спирит. Молодцы. Слушай, ну это, конечно, может быть минус мораль, но, ребята, серьезно. Вы три в два. Ну, вы сами виноваты, да. Ну, да, да, да. Ты знаешь, по всей психологии, в принципе, правильному обсуждению, после таких раундов нужно просто забыть сказать, что, ребята, давайте следующий играть. У нас все-таки будет Форс, Юрий АК-47, Галил Уэйбла, СГ Винни и два тегла. Арт вместе с Сирата. Ну, решили сделать то же самое Фури, что сделали Спирит в первой половине. Мы помним, после поставленной бомбы и прыганной пистолетки они Спириты сделали закуп. Но здесь, в общем-то, ну, это еще один шанс Фури перевернуть игру. Ууу, тайминги какие. Давкост замечает противника, решил все-таки дальше на репик не идти. И тут только один вопрос. Вот как же сыграет этот калаш? Юрий на руках. Я понимаю, что это лидер команды, это один из самых классных вообще стрелков в данном коллективе. Но, с другой стороны, Давкост не дает эти возможности. То есть на какой-то фраг, чтобы так подойти с туалетов, там какая-то комбинация была, вот, возможно, с длины. Ну, посмотрим, мы также на Диму на бочках, Эйбл под Б, там тоже находится сам Дайянг. Флешка тут же полетит, если будет информация о Диме, что монстр выходит. Минута до конца этого раунда. Пока что затишье на карте. Но мне нравится, кстати, то, что Спириты сейчас играют закрыто. Это очень грамотно, в моем понимании, когда они понимают... То есть они, очевидно, ждут форс, да, и играют закрыто. Да, а видишь, как вот Фури пока что не показывала свои девайсы, потому что первый уходил Арт с диглом. Потому что Б и Спирит подумали о том, что, ну, там какие-то пистолеты не дефолтные, может быть, дигл по 250-й. Да, но это не сработает. И, возможно, они пошли на это сближение, но они не идут. Не сработает, потому что мы видим, что Спирит вообще не шелохнулись. Ну, то есть зачем? И что мне нравится, например, сейчас? Довко со скаутом смотрит Лонг. В аналогичном случае у Фури человек был со скаутом на шарте, его сразу же там просто обезвредили очень быстро. Хае там никого в итоге не достает. В общем-то, Фури пытается дальше пройти. Это комбинатская длина, плюс туалеты. Колди забирает уже Юрий. Ой, неплохо. Арт пытается дальше ворваться. Бомба уже устанавливается. Ситуация 5 на 4. Эйбл! Все еще нет фрага. Сам Дайан взрывает Сирата. Довкост дальше вышел. Арт погиб. Все, можно уходить на сайт. Бомба стоит, но с другой стороны под бомбу можно еще как-то сыграть. Алексей все-таки напоминает, что есть смок у Довкоста. Было бы неплохо положить его уже. Но нет, пока что до этого не доходит. Да и зачем? Если вы все-таки просто выходите с двух сторон и расстрелите противника, Винни Эйбл погибает. Это 11-й раунд для команды. Спирит. И сейчас у Фурии должно быть эксфер. Можно было уходить на сейф. Дваг 4. Ну, какой-то... Смотри, 3-200, да. Здесь можно халф-форс сделать. В общем-то, неплохо. Взять какой-то даже набор. Главное, не играть быстро. Мне кажется, что очень важно сейчас в Фурии не гореть. Знаешь, вот играть где-то не складывается. В каких-то моментах не везет. Главное, не гореть, не принимать импульсивных решений. И тогда это может сохранить им жизнь в этой карте. Все-таки понимают, ребята, то, что дистанция, возможно, будет долгая. Поэтому закупается только один Винни армором. Есть также две флешки. От Юри помогать будет Винни. Смоки тоже в наличии. Возможно, это будет подготовка к выходу через Зиг. Или же врыв на мидл. Там, кстати, нет близкой позиции вновь от команды Спирита. Они только вначале прочекали эти расположения. Потом просто отошли на туалет. Глубоко играют. Вот Team Spirit играет глубоко. Фурия сразу же в обороне показывала агрессивные позиции в начале. Хотя предпосылок к этому было не так много. И здесь мне нравится та модель игры, которую выбрали Спириты. Уже прощупывают базу Б в Фурии. Есть информация для Спиритов. Но время идет. И пока, по большому счету, кроме воды перед базой Б, у Фурии ничего не готово к заходу. Флешка. Подсадка тут же от Колди Самдаянга. Там, если по Виннину погибает он без шанса. Вот этого Ауга. Первый фраг от команды Спирит. 5 на 4 в итоге ситуация. Юрий просевший очень сильно. У него 3 гранаты. И ему нужно их выбрасывать. Ни в коем случае нельзя подлететь под какую-то хае. Да, учитывая то, что он сейчас в туалетах, он очень быстро может погибнуть. Пошла перетяжечка из-под базы Б у Фурии. Они через коннектор стягиваются под Арта, который стоит, мы видим, на старте. Практически уже на выходе из туалета. Судок неплохо здесь. Да, хороший выстрел, в общем-то. Там такой пиксель, что тебя деглы просто не найдут. Вот при всем желании тут раскидка пошла от команды Фьюрия. Смог у машины, уже Арт пытается дальше пройти, но там Давкос пытается закрыть. Пока что нет фрага от команды Атаки. Давкос еще и по второму мастератор работает. Эйбл! Неплохо, хатшотно. Давкос тут же нокаутирует его в следующий раунд. Поехали смотреть. Это будет уже девятнадцатый. И это ключевой момент для Атаки команды Фьюрия и Спортс. Один из, в котором Фьюрия может Фурия. Фьюрия. А мне нравится Фьюрия. Почему нет Фьюрия? Фьюрия. Фьюрия, я думаю, что на самом деле это где-то так и есть Фьюрия. Алексей, как вы думаете, это Фьюрия или Фурия? Фьюрией. Ну все. Ну я согласен, что Фьюрия красивее смотрит. Нам нужен кворум. После этой карты мы решим, да. В любом случае ребята не будут на нас обижаться. Но с другой стороны они еще должны показать сегодня игру. Потому что пока очень сложно стабилизироваться. Вот во время первой половины получила сейчас атаку пока что без раунда. Занимают у нас в коннекторе уже несколько игроков должны находиться. Хотя нет, только один пошел в итоге Винни. А тем временем Фьюрия направляется на длину. И только одного Серата оставили под точкой Б люркером. И опять обратите внимание. Закрытый диффенс от Team Spirit. Никакой агрессии в медле, никакого экшена, нигде нет выпадов. Играет очень консервативно и очень сейфово. Мне эта модель импонирует. Но по крайней мере в данном матче по той динамике, которая происходит, Team Spirit делает все исключительно. Пожалуй, за них я и буду топить на этом турнире. Но Алексей и драконы все-таки хотят сегодня пройти вообще дальше на Винара. Ни в коем случае нельзя проседать. Они понимают, что вот это экзотика. Они еще не играли против команды Фьюрия. Потому они так стараются, потому они так потеют. И это правильно, потому что только первый день. Они должны показать себя и показать своим болельщикам то, что они так уж и не расслабились после своих побед на майнере. Сотфик неплохо врывается. В итоге два фрага. Винни тоже погибает, хотя флешки летели не самым лучшим образом. Размен только от Юрии. В итоге не самый лучший для атаки. Три в четыре ситуации. Но при этом Эйбл очень красный. 21 хп у него остается. Три калаша, которые все еще пытаются дальше ворваться на эту точку. Пока что закрыто. 30 секунд. Ребята, принимайте решение. Очень робко. Очень робко бразильцы. Такое ощущение, что они боятся дальше продвигаться. Время играет против них. 20 секунд до конца. Но, что самое интересное, у Спирит только один довкост на базе. Как такое может быть? Полетела флешка. Есть информация. Довкост. Может сейчас погибнуть. Мажет. Как же было важно здесь попасть. В итоге Эйбл делает минус. 10 секунд до конца. Пакет сейчас должен устанавливаться. Еще один минус от Ксерату. Тут же отвечает сам Дайянг. И в ответ уже минус от Ксерату. Два в один ситуация. Спирит, по-моему, сейчас проиграют то, что они не имели права проигрывать. Дима последний остался. Он двигается по банану. У команды Фьюрия Эйбл вместе с Ксерату, которые ждут выхода через длину и через хелпу. На банан пока что никто не смотрел. Но, если что, они смогут сразу же дабл пик сделать. Для того, чтобы Дима не смог взять этот раунд. И нормально выйти на первого, на второго соперника. То есть у него до Элли, возможно, не будет. Один на один в итоге ситуации. Ксерату падает. Это ошибка. Прочекал Эйбл. Последний выходит. Обичокладка полетела. И один на два все-таки тащится. Тринадцатый раунд для драконов. Короче, все. После этого раунда, я думаю, что можно заканчивать. Потому что, ну, бразильцы. Это вот тот раунд, который мог сломать игру. Сломать, как-то знаешь, вот дать им толчок. Они должны были получить эмоциональный всплеск после этого раунда. Вроде как все неплохо было у команды Фьюрия в этом моменте. Один смотрит хелпу, второй длину. И потом по таймингу просто можно вдвоем выйти на банан. Особенно, если ты теряешь первого своего тиммейта. Можно выйти сразу же. А там как-то замешкался последний боец команды Фьюрия. И это позволило Диме еще бросить флешку правой кнопкой мышки. И еще перестрелять его красного. Там Мейбл был, если не ошибаюсь. Но, в любом случае, если твоего тиммейта убивают, то нужно сразу выйти. Или же, если бомба стоит неплохо на тебя, то играть уже на бомбу. Такая ситуация. Но, с другой стороны, понятно, что здесь очень много активности было. Промокод, ребята, не забывайте. Да, друзья, промокод. Заходим на сайт WePlayTV. И там, в общем-то, принимаем участие в розыгрыше. Когда я сказал Алексею, я обращался не к Александру, друзья, а обращался именно к Алексею, ведущему. Я смотрю, открываю чат, а там уже ребята друг другу доказывают, что это нет. Спасибо, Геннадий. Давайте дальше Сергей. Да, хорошо. Ну, и так, что у нас тут есть Сергей? Это выход на базу Бен. Нет, это даже не выход. Пока это просто довольно пассивная игра. Бомба находится на респауне. Два игрока на Монстре, два на Зиге у команды Фурия. Решили они попробовать немножечко по-другому сыграть, ну, по аналогии с предыдущим раундом. И, видимо, будут прощупывать базу Бен. Мне вот интересно, можно ли назвать это пиксель Волком? То, что только что вот. Ну, понятно, что это дефолтная подсадка, все это посмотрели. Но дело в том, что там такой пиксель. И произошел размен. И размен, да. Один на один в итоге Диму потеряли. Арт тоже погиб. 4-4 ситуация. Квартетами будут дальше отыгрывать обе команды. Пытается все-таки выйти. У нас дуэт Фурии через Монстр. И сам Дайангани закрывает. Сераток чекает позицию до Смогни самой лучшей. Под себя в итоге летит. Молотов на выход через Хелпу. И Колди неплохую хаешку уже отправляет к Видни. И Сераток, и Довкост уже готов встречать своих соперников на девятке. 4-3. Очень выгодная история сейчас для Фьюрии, чтобы выиграть этот раунд. 40 секунд до конца. Пакет пока не ставится. Флешечка на Хелпу. Колди стреляет никуда. Довкост в девятке просматривает. Дальше Пленд. Ну и вот он Смог, который сейчас выключит Довкоста. У Довкоста есть еще один Молотов. То есть бомбу будет очень сложно ставить сейчас ребятами из команды Фьюрия. Даже учитывая то, что они имеют большинство. Флешка полетела. Колди! Должен был почекать по девятке. Чекает, выгонит. Забирает. Сотвыгирает на размене против Серата. Должны они рано или поздно были выступить. Но там слишком хорошо его прикрывали тиммейты. Фьюрия забирает свой седьмой раунд в атаке. Молодцы. Довкост на сейв. Ну вот. Прошлый раунд они должны были точно так же выиграть. Добирать этот. И сейчас уже должен был счет быть 11-8. Условно говоря. Это я к тому, что реально Фьюрия упустила возможность сломать эту игру. Да, игра пока не проиграна. Но шансов все меньше и меньше. Однако. Сейчас если мы посмотрим на экономику Spirit. Там есть определенные проблемы. Деньги идут на убыль у команды Spirit. И сейчас они должны принять решение. Но скорее всего это просто раунд с пистолетами. Не дефолтными. И по максимуму нужно нанести урон своим оппонентам. Вот вынести вообще все эти калаши. Может быть даже забрать с наперской винтовкой. А здесь Фьюрия может принимать решение. Быстрый выход на в. Почему бы и нет. Учитывая то, что они тоже считают деньги своих оппонентов. В общем-то Довкост спускается в коннектор. И он должен рано или поздно там вместе с Колди показаться. Закидка неплохая. Фьюрия поджигает эту территорию. И дальше уже Юрий будет просто на чек играть. И возможно выходить уже к Сирата. Ждет его на зиге. Но задача его здесь не погибнуть. Естественно закрыть перетяжку, которая будет возможна от Team Spirit через коннектор в сторону базы B. Поскольку Фьюрия выходит на базу B. Поэтому здесь Юрий будет отыгрывать роль такого замыкающего. Человека, который с фланга будет перекрывать возможную хелпу от команды Team Spirit. А тут кстати вопрос еще. Team Spirit пойдут ли в коннектор? Да, они идут. Они пойдут кучкой. Неудачный тайминг для Юрия. Он отворачивается. Сейчас по-моему его заметили. И идут просто душить. Аааа, тут из-за угла сейчас подойдет. Но получается в итоге Юрий забрать только одного колди. Тут же два хатшота от Довхоста. Будет такая 47 на руках. Бойца команды Spirit это неплохое приобретение. Учитывая то, что инвестиций было не так уж и много по деньгам в этот раунд. Тут драконов Spirit будут дальше, конечно, искать свои возможности для того, чтобы выбить девайсы. Ну а Фурии было бы неплохо как раз таки всем уйти на эту хелпу или на зиг. Потому что есть возможности. Тут никого они дальше не замечали. Только была одна попытка ворваться дальше в коннектор. Ну и дальше Дима уже на девятке тоже показал себя. Ну и Винни даже не принимает эту дуэль, не будет рисковать. 8-13 потихонечку Фьюри летит. Они строят этот камбэк. Кстати, здесь еще один размен. В общем, таксиразы потеряли. Но два фрага от Винни тоже залетают. И мы будем смотреть уже бай от обоих коллективов. Возможно, это снайперская винтовка. Да, Дима ее покупает. Тут же летит она до вкост в руки. Аук от Колди. Такой же девайс будет у Сотфика. Ак-47 сам Дайянг. Один из самых сильных стрелков этого коллектива. Многообещающий игрок, в принципе, нашего региона. Да. Но, кстати, который пробился фактически из ниоткуда. Есть информация, что парень сидел. Как бы учился в ВУЗе. Находился в общаге. И много времени уделял Counter-Strike. В итоге пробился через ФПЛ уже в профессиональную команду. Да, у нас такая ранняя агрессия от Фурии. И вот, в общем-то, такое ощущение, что они вот зайдут. Ты понимаешь, там такая сложная позиция, где ты не можешь щелкать зумом. Потому что сразу там еще флешка полетит. Тебя убьют Дима. Пытается выйти. В итоге Винни забирает его после Молодого. 5 на 4. Ситуация очень острова. Все это дело смотрится на Колди. Забирает. Арта пока что не была размена. Была информация только по граффити. Эйбл тоже включается неплохо. 4 в 3. В итоге ситуация 1. Игрок преимущества для команды Фурии. И тут же оно укрепляет. Забирает сам Дайанга. Ситуация 2 на 4. Бомба до сих пор не поставлена. Посмотри, где бомба. Заигрались. Ну, время есть. Время есть. Бегать за бомбой. Пойти ее установить. В конечном итоге 2 в 4. Ситуация здесь для Спирита. Они обязаны сейвить. Сотфики в давкост уходят уже на сохранение. У них также, кстати, неплохо все по гранатам. Это тоже пригодится им в следующем раунде. Однако, однако, команда Фурии начинает набирать. Команда Фурии почувствовала, возможно, игру. И как-то более комфортно себя ощущает сейчас на этой карте. Отдают уже Team Spirit 9 раунд своим оппонентам. И денег нет. То есть дальше у нас будет экономический у Team Spirit. И здесь бразильцам очень важно сыграть какой-то безошибочный, исключительный раунд. Да, сложности потихонечку настигают ребята с командой Spirit. Тут ни в коем случае нельзя закрываться. Алексей, ты знаешь, мне почему-то кажется, что при таком счете, в принципе, ты можешь себе позволить еще играть активно на карте. То есть 8-13, в общем-то, все неплохо. Ты можешь еще где-то вот поджимать. Но то, как играла команда Фурия, которая активно закрывала соперника на длине и встречала на зиге по точке Б. Сотфики в итоге забирают у нас свиньи, выходящего на яму. Очень важно, конечно, сыграть дальше с этим Аугом. Но Ксирата, скорее всего, закроет противника. Да. 9-13, 4 раунда преимущества остается у команды Spirit. Ну и выход на 10-й. Выход на 10-й, и команда Фурия возвращается в игру. Это хорошо. Это хорошо для интриги. Друзья, это группа А. Напоминаю вам, что следующий матч будет также в этой группе. Героик против WinStrike. Да, ребята, которые также квалифицировались на мажор через турнир. Один очень интересный, который у нас был. Скажем так, minor playoff. Да, это последние шансы. В общем-то, WinStrike просто без шансов там проехались по соперникам. И порадовали своих болельщиков. Ну и нас всех, кто смотрел вообще эти матчи. А всем недавно. Сирата. Закрывает Самда Янга. Это не дефолтный пистолет, а Капады Spirit, которая мчится. Но почему-то по одному ребята не могут даже выйти. Сирата. Минус 4. Возможно, это будет Эйс. Если Сотфик подойдет, но Сотфик пока не ходит. Ну, нет никакого смысла вообще с деглом там мчаться. Тебе нужно найти какие-то фраги. Ой, да. И может быть, есть еще такое желание, знаешь, не дать Эйс оппоненту. Сотфик делает фраг по Вини. Так, ну и в итоге Ар добирает. Первого Эйса у нас на турнире не будет, пока он откладывается. Но в любом случае команда Фури выигрывает 10 раунд. Сейчас будет закуп у Спири. Два ВП. Интересно. Сам Дайянг решил то, что нужна все-таки вторая снайперская винтовка. Довкост, понятно, это первая скрипка данного коллектива. И вот он, хайлайт от Сирата. Ну, понятно, что было очень легко здесь принимать, учитывая то, что там по одному выходили ребята из команды Спири. И нужно было все-таки кому-то прыгнуть. Ну и угол он еще взял хороший. Отвести прицел соперника. Ну ладно, такой момент. Прыгнуть нужно было, согласен. Но 10-13, ребята. Это раскидка команды Фьюри, которая готовит почву для того, чтобы занять мидл. Ну что, поехали. Арт уже выходит с ВП на детскую площадку. Он фокусит лонг. Пока мы видим, что Тим Спирит все еще отказывается от агрессии. Но, но, но. Мне кажется, что, учитывая то, что какую серию сейчас они отдали раундов своим оппонентам, уже что-то нужно где-то изобретать. Обрушить такую экономику будет очень сложно, которую имеют у нас ребята из команды Фьюри. СГ на руках у Юри. Юри Фьюри. В общем-то, ждет он выхода через центр. Там пока что агрессия не была показана. Спирит, в общем-то, даже учитывая то, что две снайперские винтовки могли использовать их таким образом защитники. Но Эйбл уже чекает выходы на коннектор. Тут никого тоже нет. Есть только две позиции на туалетах. Это сотфик вместе с давкостом. Да, но при этом мы видим, что такая вот схема у Тим Спирит 2-1-2. То есть один игрок бегает на хелпе. Это седьмой номер у нас Колди. И вот он такую роль выполняет человека, который будет подносить снаряды туда-сюда, туда-сюда. Но пока все спокойно. Фури выходит на болото. Кстати, у них уже тут готова, в принципе, платформа для захода на базу Б. Но должен там все-таки третий тоже перетягиваться, если не ошибаюсь. Это Колди. Вот она закидка. Сам Дайянг на хелпе пытается что-то сделать. В итоге Серата забирает Диму. Пока что без поддержки остался Виктор. Юрий! Закрывает сотфика. Уже ситуация плачевная для команды Спирита. Они слишком закрыто играют. Но сам Дайянг выбивает бомбу. Ай-яй-яй! Она должна была вылететь. Все-таки заборник. Не получается. Сам Дайянг в итоге забирает одного Серата. Но тут же размен. Колди включается в ситуацию. Два раздвестит. Вот пытается Юрий дальше пройти. Но дело в том, что закрыто пока что. Колди там. Флешка неплохая. Бомба только сейчас устанавливается. На девятке замечает Довкоста. Хае неплохая. 70 хп остается у Юри. Еще одна. 40. В итоге Кейбл. Скрывает там Колди. И в итоге Довкоста уже будут вместе ждать ребята из Фьюри. Или Даблпик будет сейчас. Да. Выход. В итоге. Один-один ситуация тут была очень сложная. Очень опасно. Как-то они так вышли. Сначала один, а второго вроде как нет. Но он должен был раньше ворваться. Да. Для того, чтобы, ну скажем так, сердечко не ёкнуло. Потому что тут было непонятно. Еще переключится сейчас на пистолет. П250 игрок команды защиты. Тут еще Саша Фьюри заходит на Б, делает два безответных минуса. И на самом деле все было очень тонко. Потому что могли и проиграть этот раунд. Но там, вот честно, там был такой момент, когда бомба все-таки не перелетела через бортик. То есть она могла вылететь вниз. И тогда бы Фьюри было очень сложно брать этот раунд. Но нет, все-таки удача здесь была на их стороне. Хотя с другой стороны какая удача. В общем-то сам подошел здесь игрок атаки так близко к этому бортику. И так вот потерял этот пакет. Смотрим 25 раунд. Это пистолеты вновь у драконов. А Фьюри играет полный дефолт. Это однозначно возвращение бразильцев в этот оверпасс. Это 100%. Сейчас уже ребята настроены на игру по-другому. Это видно. Они разыгрались. Они чувствуют себя комфортно. Они разогрелись. Все, у Спирит проблемы. Если, пожалуйста, у меня будет просьба в начале следующего раунда. Обязательно покажите этап, чтобы мы посмотрели прогрессию по раундам. И в целом оценили, кто у нас там является фраг-лидером. Сейчас у нас небольшая засада от Team Spirit в коннекторе. Неплохо. Сэмдаян делает фраг по арту. Ну и что, было бы неплохо реализовать также этот АТК-47? Ну, кстати, очень важно то, что там не показался второй игрок команды Спирит. Слышки полетели. Там на длине сейчас будет экшен. Есть вантап от Эйбла. Сотфик погибает. Ну и не могут выйти до космоса. Сетим в этом на рассвет. Дело в том, что там еще был молотов хороший от игрока АТК. Ну вот сам Дайянг неплохо разруливается. АК-47 3 на 3. В итоге ситуация на Фьюри мчится на точку Б. А там никого из состава Спирит. И только сейчас будет перетягиваться Колди. Но он попадет в руки Ксерата. Да, Ксерата уже на хелпе. Будет очень сложно здесь. Я думаю, что Спирит в общем-то понимает, что может быть агрессивная позиция у игрока бразильского коллектива. Ну и двойка игроков. Это Самдайянг. Довко сдвигаются через Монстр. И здесь будет возможно встреча с Юрием. Как же так? Ой, 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 Юрий. Как же так? Нельзя ошибаться. Действительно согласен с тобой, Аксей. Ну и Самдайянг в итоге убирает еще одного соперника. 3 в 2 ситуация. При этом нет диффузов. Напоминаю, но бомба уже тикает. Там еще есть молотов. Вот Самдайянга. Было бы неплохо куда-либо его закинуть. В итоге летит он на граббите. И Вени встречает и Довкоста, и Виктора. В итоге последний погибает Коуди. 12-13. Это минимальное преимущество команды Спирит. Одно очко. С другой стороны, ну нет уверенности в защите. Вы знаете, ребята, должны какие-то быть показанные активности. Вот она, табуляция. Увидишь, уверенность была ровно в начале. 4 раунда они взяли. Притом, в принципе, там тоже было все так неоднозначно. Но взяли. 4 подряд было. Но теперь уже все. Как бы такое ощущение, что игра закончилась. То есть Спирит, их нет. Вот они взяли 2 АВП, вспомню тот раунд. И отыграли эти АВИКи крайне пассивно. И в итоге не так много было пользы. Да, Виктор, сам Дайанг сделал 2 минуса. Но опять же, это было в упоре. То есть по-хорошему он должен был там вообще раньше погибать. Да, то есть это больше была ошибка игроков атаки, которые по одному тоже на него выходили. У нас готовится подсадка или нет на точке Б? Нет, все-таки там один только остается их Сирата. В то время как Квартия там будут дальше атаковать на длину. Фьюри и Спортс готовы проходить на точку А. Кстати, они такое ощущение, что немного позабыли, что есть такая точка на этой карте. Но они знают, когда нужно выходить. Когда усыпили бдительность врага на этом расположении. Сейчас будут подключаться туалеты. Ну, очень важно. Здесь Сотфик играет в упоре. Также его дофкост прикрывает. Через всю линию, через всю дугу туалетную он просматривает эту позицию. Но решили отойти. Спирит решили сыграть закрыто. Отошли в сторону дуги. Хотя лонг не чекают. Лонг не чекают. Там уже два игрока у команды. Фурия. Также один люркер под Б. 50 секунд до конца раунда. В общем-то, Фурия, наверное, еще и держит в голове план Б. Для того, чтобы раскидать базу А и уйти на Б. Потому что есть люркер под Б. Кстати, это может быть идея. Нагнетается ситуация. По направлению банана, туалетов и длины. Хотя, видишь, бомба все-таки на длине. Опять же таки, Сирата. Он там стоит, потому что должен давать информацию своим тиммейтам. О том, как перетягивается команда спирит. В итоге Винни забирает с отфига, который действовал под то, что своего тиммейта. Молотов неплохое, но дело в том, что Фурия будет заполнять вскоре эту точку А. Колди. Флешка еще одна полетела. За плентом пытается дальше проживать. Разрыв от Юрия вместе с своим тиммейтом. И в итоге уже ситуация 3-5. Еще будет Сирата, который заходящий в спину тут игрок. И это, наверное, шахи мат команды спирит, которая все же пытается отойти на сейв. Очень непонятная смерть на дуге от сотфика. Я этого, честно, не понял. Под флешку врывался Алексей. То есть летела там ослепляющая. Для того, чтобы кого-то убить на банане. Отойти. Но не получилось. В итоге Сирата подрезает давкоста, минус снайперская винтовка. Но Дима, сам Дайян успели отойти на вражеский респаун. Как дальше вообще действовать в защите? Потому что вы столько раундов подряд проиграли. Столько? Давай посчитаем. 7 раундов подряд они проиграли. Подряд. Да, и при том у нас не было близких ситуаций, Алексей. Вообще, да. Потому что были просто выходы и размины в пользу команды Фьюрия из Бразилии. У нас в похожем ключе была первая сторона. Тоже вроде как одна команда на карте. Притом вторая команда каким-то там чудом вроде как взяла 6 раундов. И теперь вот совершенно зеркальная ситуация. Опять же происходит то же самое. Атака просто размазывает Диффенс. И Диффенс. У Диффенса проблемы. Возможно, стоит уже взять паузу. А возможно, стоило взять паузу перед прошлым раундом. Сейчас, потому что будет экономический. Ты во время экономического и так можешь пообщаться. Но мы видим, что спириты не спешат. Спириты не спешат. И пока они, можно точно сказать, сейчас на данном этапе не потеряли нить игры. Да, в итоге не дефолтные пистолеты. ЦЗ-75 у Сотфика. Сам Дайанга. До вкста 5-7 Дима и Дигл от Колди. Два армора и при этом агрессия от уже одного игрока на центре. Посмотри, сам Дайан, который прошел на лавочку. Но тут Юрий и компания должны прочекать данное расположение. Там еще довольно активно топает детская площадка. Нет, все-таки Юрий отлетает. А сам Дайан забирает еще одного соперника. Это один магазин. Это Соло. Эйбл не отпускает все же противника, который должен был перезаряжаться в таком моменте. Но и так, выжил максимум. Да. Выжил не то, что максимум. Это, я не знаю, даже. Тут сделал два минуса. Сейчас преимущество у Тим Спирит. Можно его разыграть. Нужно... Ну, вот в моем понимании, когда... Несмотря на то, что у тебя есть преимущество, да, мне кажется, что все-таки стоит укрепить одну точку. Потому что потом, в любом случае, за счет размена, ты сможешь как-то сыграть. Пошел выход на бэк. Сератор откидывает гранаты. Есть информация уже у команды Спирит. Они должны перетягиваться на этот плент. Пока контакт только на монстре от Фурии. Да, если честно, думаю, что это Хаеном несет больше уронок Сератор. Но все же он пытается напрягать там за плентом соперника. Очень часто именно это расположение принимают опорники. Пока что без него используют другие точки Спирит. Ну и, в общем-то, тут уже перетяжка от Колди. Тоже была отмечена. Должен полететь молотом ему под ноги. Сератор идет дальше через правую сторону этой точки. Ну и сейчас отлетит у нас Дима. Не та позиция, на самом деле. Дальше Сератор идет. Колди классный. Остается после него 16 хп. Все-таки еще забрал Долковстан. Но Колди включается с другой стороны. Ситуация 2 на 2. Есть СГ и Калаш на руках у команды Фьюрия. И подлетает все-таки Сотфик под этот хэдшот от Винни. Там просто наперед залетало. По Колди была информация. Еще раз повторюсь. Потому что именно он был замечен выходящими игроками на монстр. И именно он забирал одного из игроков в атаке. Ну что ж. Эйбл заканчивает все это дело своим хэдшотом. 14-13. Вот это переворот. Да. Да, это переворот. И вот она пауза. Но опять же, возможно, поздно. С другой стороны, я думаю, что внутри игры Team Spirit явно перепробовали разные форматы атаки. Диффенса, я прошу прощения. Но на самом-то деле мы не видели активности на ланге, мы не видели активности в мидле, совершенно не было поджимов в коннекторе. Только что вот сам Дайанга, разве что, когда вышел СЗшкой. Но тут, понимаешь, это действие продиктованной ситуации. То, что ты должен просто, если у тебя такой пистолет, куда-то пройти, может быть, поймать тайминг для того, чтобы убить соперника. Но только что получилось. Но дело в том, что Фьюрия тоже не делает ничего такого из ряда вон выходящего. Просто играет дефолт, подходит по точку Б, раскидывает на А тоже. Вот только что была комбинация втроем на длине, ну не в этом раунде, я имею в виду, а на девайсном, важном для команды Spirit. То есть они, по сути, ну раунда 2 нам показали таких, которые действительно у них получаются. Это контроль точки Б и выход на А тоже после того, как вышли на центр под раскидку, которая летит с Респа. Мало каких-то комбинаций сейчас, по мне, от Spirit. Просто в обороне не хватает. Просто не хватает каких-то интересных комбинаций. Ну и стрик уже в 8, да, у нас раундов. Это, конечно, очень серьезный повод задуматься. Тоже довольно интересный выход был вот в этом хайлайте от Serato. Дима должен был все-таки смотреть левую часть для себя. Но, видимо, решили ребята вот сконцентрироваться только на одной позиции. Но это не помогло. 28-й раунд. Есть удовкостно-снайперская винтовка. Это три Ауга. Одна М4А4 от Димы, который получает уже под себя 2ХЕ. 64 хп вот в итоге возле этого фонтана у него остается. Но и флешка полетела для агрессии. Никого пока что не находит здесь Дима, но и решил остаться. Здесь, но с другой стороны, у вас есть два выхода. Яма плюс детская площадка, на которой уже успели пройти некоторые бойцы Фьюрии. Но они боятся тоже. Медленно играет сейчас Фурия. По флешку почекали. Так, Дима. Ну, ну. По нему нет инфы. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Должен все-таки Дима добирать Эйбла. Еще один минус от Димы. Как же неплохо здесь. Вот она агрессия. Но, ты понимаешь, на самом деле Фурия очень странно здесь сыграла. Они такое ощущение, что вот как-то неподготовленно вышли к этому, к этой агрессии. Она же читалась. Было понятно, что рано или поздно они сыграют агрессивный раунд. Там были классные флешки от команды Spirit. Молодцы. Но дальше мы смотрим лакидку на точку B. От атаки Смог уже полетел на дефолт. Тут Сирата выход через Зиг тоже свой показал. На девятке никого не замечает. В итоге за планетом сейчас будет чекать. У-у-у-у. Как это может быть интересно. Посмотрите. Все-таки прошел он через Смог Голди. На передяжке в итоге погибает. Где размет? Есть! Сам Дайанг забирает противника. Тут она же процемела. Винни тоже погибает. И эта бомба все-таки вылетает под ноги. Игрок у команды Spirit. Арт последний. Снайперская винтовка на монстре находится. 30 секунд у него есть, чтобы разрулить. Нет. Как же неудачно торчала голова. Просто. Там Смог просто такой интересный залетел. Так. Ну, 14-14. Смотрим на деньги. Деньги есть у Fury. Spirit также будут покупать. И у нас игра выходит в заключительную стадию. Не знаю, увидим ли мы здесь допы. Но пока экшена достаточно для того, чтобы посмотреть еще дополнительно 6 раундов. Здесь замялись немного ребята из команды Fury в предыдущем раунде. Вот мы с тобой говорили о том, что Spirit сидят на местах и никуда не двигаются. А тут уже сами бразильцы тоже посидели. В общем-то, потеряли своих тиммейтов. В общем-то, соперники смогли еще отойти обратно. И принять их большинстве на точке B. Сервата занимает зиг. Прочекал возможные подсадки от противника. Будет сидеть в углу и слушать выходы на граффити. С другой стороны у нас бомба стоит еще в яме. И непонятно, как же Fury дальше будет играть. У них такое ощущение, что инфа в тимспике. Ребята, давайте еще раз подождем. Потому что враг начинает нас уже пушить. Вот подходил сам Дайян. И в предыдущем раунде Дима тоже у Фонтана сделал два минуса. Да. Кстати, вот на месте Team Spirit я бы сейчас не играл агрессивно. Потому что это слишком очевидно. Да. Поэтому Team Spirit и не играют агрессивно. У них есть, правда, комбинация. На лонге два игрока. Один на камне. Второй непосредственно на клумбе. Ну и вот теперь смотрим. Fury вроде как понимает, что надо отбить лонг. Кстати, интересная комбинация может получиться. Увидел! Замечает противника Сотвику. Нужно просто делать ноги с этой позиции. Да, у него получается отойти. Потому что Арт в принципе не открывался. Смог уже на банане. Винни подходит под эту позицию. Колди с флешкой готова уже выпускать своих тиммейтов на длине. Нет, они без нее просто проходят дальше на дефолтной позиции точки А. Сотвик будет под 90. Fury. Fury передумала. Есть люркер под B. Пошла перетяжка через коннектор. Бомба находится именно там. Оставили уже очередь люркера под базой А. Возможно, прямо сейчас мы увидим заход. 30 секунд до конца раунда. Какой же ювелирный смог сейчас прилетает от Виктора. 25 секунд. Начинается заход у Fury. Минус Виктор. Проблемы здесь могут быть. Дима падает. Эйбл делает фраг и Team Spirit в ситуации 3 в 4. Возможно, стоит они на сейв. Хотя Колди старается до конца. Забирает Юри в этом смоке. 3 на 3. Есть дефузы у Довкоста. И Колди с отфиг с одной флешкой тоже будет идти на перетяжку. Но с другой стороны Винни в спине. И это проблема команды. И Spirit, которая все еще идет на ретейк. Винни забирает Довкоста на 9. Надо разменяться. Сотфиг забрал в итоге авто. Ситуация 2 на 2. Нужно пройти дальше. Но Колди в салфиге выходит до сих пор. Эйбл забирает с отфига. И Колди был слишком медленным. Почему? Потому что он ждал с опять их в спине. И Эйбл закрывает также его. Но это было явно. То, что он выйдет именно под этим углом. 15-14. Матч-поинт. Фурия готова выигрывать карту The Overpass. Классно разыграли. Здесь хороший тайминг. Хорошая перетяжка. Люркер под B. Люркер под A. Пошла перетяжка основных сил с бомбой. И да, Винни, конечно, здесь просто... Ну, знаешь, как бы... Понимаешь, возможно, чего не хватило, Алексей. Это еще наши аналитики обсудят. Но, возможно, в таком раунде, если ты бросаешь смок на 30-й секунде, возможно, стоит в него войти. Ну да. А не сидеть, потому что там все летит в тебя. Все, что только есть у своих соперников. Ну что ж, 30-й раунд. Мы на полную дистанцию сегодня вышли в первой карте. И это скаут у Самда Янга. Дав Коста. Два Фамаса. Цезэшка от Сотфика. Ну, это финальный раунд. Возможно. 30-й так точно, друзья. А вот, может быть, так, что бразильцы выйдут победителем из этой схватки. А Team Spirit уже будут дальше играть с проигравшими следующей парой. Напомню, что там играет у нас команда Героек против Winstrike. Да, Winstrike. Время играет сейчас явно не на пользу команды FURIA. Но потихонечку они уже через коннектор и через мидл. А, судя по всему, сейчас будет встреча у нас с Сотфиком. Разворачиваются силы команды FURIA. Два плацдарма уже созданы. Я имею в виду, что могут выйти как на А, так и быстро перетянуться на Б. Потому что там не было активности. И Сотфика все-таки находят. Но Давкост тут же отвечает Арту. Кстати, снайперскую винтовку, вернее АВП, он перестрелял только что со скаутом. Это очень круто. И в итоге мы смотрим дальше на Самда Янга, который будет со снайперской винтовкой тоже отыгрывать. 43 секунды до конца этого раунда FURIA нужно принимать решение. У вас под коннектором есть засланный казачок. Да, там сидит Дима и за счет этого Спириты решили втроем сыграть на базе А. Очень все грамотно. Все очень мудро. 30 секунд до конца раунда пошел раскид. Так. И вот он выход через дугу. Давкост внутри плента. Увидел лонг. Попал по лонгу. И нужно просто дальше жить. Делает еще один минус. Как же хорош здесь Вадим. 4 в 3 ситуация. Нужно забирать этот раунд. Виктор делает также фраг по Эйблу. 2 в 3. Большинство для Тим Спирит. 10 секунд до конца раунда. Все. Ой, такое сложно брать в итоге колки. Все-таки погибает Сирата. Нет его уже на этой карте в этом раунде. 1 на 2 ситуация. Винни 4 хп. И Самда Янг в итоге закрывает его. Отличная работа от Самда Янга и от Давкоста в этом раунде. Они, конечно, хороши. Они спасли команду Спирит. И мы будем смотреть дополнительные раунды. Да. Да. Друзья. Вот так вот. Первая каточка у нас сегодня начинается с допов. И это. Это хорошо. Ну ты знаешь, Алексей. Вот 30 раундов посмотрели. Понятно, что это не самая большая дистанция. С другой стороны, есть уже выводы, что играют у нас полностью равные команды. Вот вторые места на майнерах. То есть где-то там Спирит, понятно, проиграли Авангар. Где-то те же Фьюри не смогли победить Энерджи. Ну более такие опытные коллективы. Но с другой стороны, у нас 50 на 50. Мы уже говорили в начале данной карты Overpass, что винрейт 56%. И у одних, и у вторых. В общем-то, я где-то и ожидал, что именно на эту карту они сегодня выйдут в системе Best of 1. Ну и друзья, опять же, ровная игра и равные коэффициенты. Напомню, что перед игрой ESB отдавал абсолютно одинаковые цифры. 1.87 против 1.87. Это обсуждали наши аналитики. И, в общем-то, по их резюме, ну, их резюме такое же, как у нас уже в конечном итоге, да, после того, как мы посмотрели 30 раундов. Действительно, игра равных команд. Игра интересная. Игра проходит на встречных курсах и фронтах. Так, я прошу прощения, а почему у нас 10 тысяч стартовых денег? Это вообще, кого уволить? Ну, Алексей, ну, как уже есть, нужно выходить из ситуации, в общем-то, имеем то, что имеем. Так, ладно, этот вопрос мы поднимем отдельно. Ладно, самое главное то, что начинаются у нас допы. Вновь ауги, ух защиты, снайперская винтовка от Довкоста. 5 автоматических винтовок у команды Fury Sports. Пока что без АВП решил играть Арт. Такое ощущение то, что он потерял уверенность. То, что вот в атаке было у него. Может быть, да. Но особенно в последнем раунде он там проиграл скаут и перестрелку. Ну, он, правда, часто мазал. Это... этого никуда не деть. Колди пытается нашить. Уже заняли здесь болото Fury. Опять же, будет буст. Довольно часто делают команды этот мут для того, чтобы проверить. И это результативно. Арт находит фраг по Диме. Тот был на бочках. Это уже, кстати, происходит не первый раз. Ну, не первый раз они подсаживаются. И фраг делали уже на бочках. Уже был фраг на бочках. В общем-то, должны быть готовы к этому ребята с командой Spirit. В итоге сам Дайян за бортиком принимает противника. Там полетели только одни флажки. Будет от него смог под себя. Там помогает имейт из девятки. Да, неплохо. Можно дальше пройти сам Дайян к смоке. И это геройство. Возможно, будет от него или нет. Там Кьюрия пытается прошивать. Сирата стоит за монстром. Молотом прилетает. Сам Дайян должен выйти с этой ситуации. Пока что-то фрага не доходит. Наконец-то убивает он Арта. 4 в 4 ситуация. Как же все здесь горит в этом бленде. В итоге Солфик забивает смоки Эйбла. Не может дальше пройти Лини. Что это было? Что ты будешь делать, Алексей? Что должен делать здесь капитан? Потому что вы, по сути, потеряли очень много времени и потеряли много гранат. У вас вообще ничего не осталось. Ой, какая хорошая позиция. Такой хороший тайминг для сам Дайян. 2 в 4 ситуация. Бомбу не поставили до сих пор. Есть размен. Винни и Юри. В итоге 2 в 2. Нет преимущества. Однако тут же Кавкос делает 2 отличных минуса с АВП. И команда Спирит забирает 16-й раунд. Отличная работа от сам Дайян. Почему? Опять же, потому что был очень грамотный смок под себя на бочке. Там возможность более широко действовать была. Ребята с девятки тоже помогли флешками. И так же молотом прилетел прямо под выход игрокам атаки. Потому они так долго стояли на точке Б. Они раскидали абсолютно все свои гранаты. И потом выходили, по сути, на перестрелке уже против АВП. И это сработало, потому что Дайян не мазал с этой позиции, с этим девайсом. Так и есть. Александр Дайян вообще хорошо отыгрывает. Вот мы обсуждали снайперскую винтовку арта. В этом плане, конечно, Дайян, что Дайян просто перестрелял, переиграл своего визави. Ну и смотрим. У нас в начале раунда немного урона получил тот самый Дайян. Дайян, о котором мы говорили. Снайпер команды Team Spirit. Сейчас он просматривает лонг. Ну и Фурия вроде как выходит на центр карты. Опасается поджима по длину. Юрий будет выходить первым. Судя по всему, там ждет он еще флешки от своих оппонентов и тиммейтов, которые должны помогать ему выходить на банан. Одного, кстати, Серата оставили по точке Б. Ну, так же действовала команда Фьюрия в основное время на этой карте. Ничего нового пока что они не показывают. Но, с другой стороны, новенькая, возможно, будет от Довкоста, который должен здесь на щите работать с авиком. С другой стороны, атака раскидала центр и решила спуститься с бомбой по точку Б. Ну и там интересные активности. У команды Team Spirit они заняли болото номер 8 и 9. Это сам Дайян и Дима сейчас как раз таки фокусят эту позицию. Мы видим, что Фурия втроем на монстре. А два игрока у Фурия. Это Юрий Эйбл играет. Сейчас пока на дуге. Они, возможно, будут перетягиваться через коннектор. Дима об этом понимает. Есть контакт. Можно отойти. Откидывается смачок. И Дима занимает более глубокую позицию. Хотя продолжает дальше агриться. На 35-й секунде команда Фьюрия решила перетягиваться обратно из-под Б на ас-бомбой. Это будет очень поздний выход. Это будет очень опасно. Сейчас там еще подсадка неплохая могла сработать. Правда, Довкост промазал по сопернику. В итоге Эйбл пока что не выходит. Получает по себе хаешку. 20 секунд. Ребята, нужно двигаться. Нужно действовать. Еще и молота будет заходить вам прямо под ноги. Сотвик. Очень хорошая позиция. В упоре. Эйбл делает фраг в Водовкост. Это было очень важно. Эйбл еще один делает минус. 7 секунд до конца. Минус бомба. Минус 2. Минус 3. Нет. 5 секунд. Успевает бомбу. Нет, не успевает. Team Spirit выигрывает 17-й раунд. О, да. Санда Янг после времени уже выходит, забирает Эйбла. Серата только сейчас вступил в эту перестрелку. Но это абсолютно не важно. Потому что есть очень хорошее преимущество команды Spirit. Но это был игрок на машине, Алексей. И после двух фрагов такого фьюрия не ожидала. Это был удар. Самый-самый сильный удар в этом раунде. Сейчас будем смотреть последний в этой половине. Температура повышается. Уже жарко. Уже нужно снимать смокинг. Комментировать в трусах. Да, но вы, друзья, этого не увидите. Это на другом канале, я скажу. Подписывайтесь на Twitch.tv и ухо 7. Два ВП и в итоге у нас два ауга есть у команды Spirit в активе. Понятно, что Фурия очень много денег тратила. У них нет снайперской винтовки. Сам Дайянг уже включается, забирает Юри. 4-5. И такое ощущение, что Фьюрия решила, да, вот если получится выйти Юрия через зиг, мы тогда будем подключаться на монстр. Но нет, в итоге у нас такого не произошло. И тут, возможно, все будет сводиться к индивидуальным действиям больше у Фьюрии. Слажда полетела неплохая. Дима закрывает в итоге Вини. Ну и вот так вот по одному могут у нас Фьюрия отправляться в защиту сейчас. Такое ощущение, знаешь, что они просто доигрывают. Они просто доигрывают. Проиграли обидный раунд. Да, и может быть кто-то подгорел. Ард делает враг по Сотфику. Это выход уже на базу А. Здесь пока никого нет. То есть энтри на Апленте есть, но позиции у Фурии, к сожалению, нет. Тут, в принципе, довольно странно то, что никого не было в защите. Изначально там только один находился игрок. Это Сотфик, но не было никакой поддержки, видимо. Ну, кто-то решил сделать уклон. Видимо, сам Сотфик скомандовал то, что, ребята, давайте идите на Б. Я сам буду стоять здесь на этой позиции. Но не получилось в итоге. Колди играет у нас на чек. Очень грамотно, чтобы сразу не получить хэдшот. Ну, как минимум, возможны прострелы здесь. Ну и пока нет дальнейшего продвижения атаки. Это 30 секунд до конца раунда. Напоминаю то, что у Фурии, в принципе, есть только одна хаешка. Смог только что потратили на выход через ступеньки. Колди уже ворвался. Будет также поддержка вот еще одного бойца. Колди забирает арта. Ну и очень сложно пройти дальше дуэту. Фурия должна погибать здесь. Или же это будет чудо. Забирает одного Колди. По нему была информация. Да в Кост мажет такой ситуации. Его все-таки отпускают. И такие атаки. Тут еще и сам Дайан подходит. И как же выйти там через халпу непонятно пока что. Так, один в ленте. Один возле банка. Открывается. Как же опять промазали. Но все-таки угомонили этого Эбла. В итоге один к Серато. Все или ничего. Прямо сейчас. Первый пошел. Один-два ситуация. Есть информация. Он играет на фленте. Открывается на банке. Естет ваш тучел на пласте. Да как? Просто как он это вывел? Один в три. 35 на 21 Серато. Герой этого раунда для команды Фьюри. Настоящий просто боец. Который остался до последнего. Но с другой стороны тоже по одному. Тут действовали бойцы команды Спирит. У них было все. Информация о том, где в принципе должен находиться соперник. Ну, после первого фрага так точно. Но потом. Много промахов с АВП. Да в Кост. Сам Дайан. У меня эксперт в чате спрашивает. Почему Спириты не могли так сыграть в основное время? Почему этого не было? Почему не было такой уверенности в этих трех раундах? Во время игры, когда нужно было это добрать. Ну, они закрывались. Это вопрос риторический. Ты уже готов выигрывать. У тебя уже преимущество 13-7 ты ведешь. Или сколько это у нас было. Неважно. И ты думаешь, что давайте, ребята, спокойно доработаем. А соперники начинают вас уже потихоньку ломать. Они уже читают вас. Ну, то, что должны были они сыграть активнее, это факт. Мы еще об этом общались в ходе основного времени. На оверпассе. Но сейчас у нас совсем другая история. Это допы 2-1. Хотя могло быть 3-0. И это должно было быть 3-0, если бы все-таки АВП в банке попадало. И одно, и второе. Это раунд был на плечах у Сам Дайанга и Довхоста. Тем более, потому что он сделал, в отличие от Сам Дайанга, три выстрела там. Я бы на месте фури вообще сейчас бы взял бы паузу по-хорошему. Сейчас. Вот просто потому что, знаешь, немножко поговорить, просто пообщаться. Просто понять, ребят, у вас игра на самом деле... Ну, нельзя сказать, что вы там проигрываете. То есть равная игра, действительно. И игра складывается где-то в каких-то моментах, совсем чуть-чуть не идет. Может быть, нужно пообщаться. Да, раскидка Б. От Спирит они занимают подшоум уже. Зиг, Дима готов дальше вычислять противников. И, возможно, будет встреча с Винни один на один. Но пока без дальнейшего прохода. Поднимает Дима то, что вот так в начале раунда нельзя погибать. Там, возможно, будет еще подсадка на Зиге. Прочекали бочки. И дальше уже можно выйти, поработать по всем остальным позициям своих противников. Винни будет за бортиком. Эйбл помогает, чекает выходы на монстр. Похоже вообще на то, что сейчас Спирит построит такой, знаешь, полноценный выход на А-пленд, на Б-пленд, простите, когда вот будут Смоки, много Молотов. Молотовых и Спирит уже показывали похожий раунд. Да, и было сложно там защите. Сейчас мы посмотрим, как будет обороняться команда в Юрии и Спорт. Так, полетели первые Смоки. Молотов тоже под ноги Винни будет или нет? Да, полетел. Нужно выходить уже. Там будет просвет небольшой. Сам Дайан в Смоке. Проходит еще кто-то. У нас нет. Эйбл закрывает ему в итоге ситуация. 5 на 3. 4. Вернее, Сотфика тут еще теряет Винни. Дальше неплохо будет работать сам Дайан. Включается Эйбл. Падает ситуация. 3 в 3. Как же опасно было только что. Но Винни нашли. Колди его забирает. 3 в 2. И бомба на пленте. Она до сих пор еще не поставлена. 35 секунд есть для этого у команды Спирит. Винни упустил, наверное, 1-2 шанса точно, чтобы сделать фраг. Но немножко не повезло. Хотя вроде как все было довольно неплохо. Стоял за колонной. Можно было сделать минус на бочке, но не зашло. Что, 20 секунд? Пакет все еще не стоит. Тим Спирит пока разыгрывает аккуратно, медленно. Есть информация по поведению. Который перестреливает. Также Арт делает минус. Как же Спирит здесь закидывают. 10 секунд до конца бомба все еще не стоит. Тут уже сложности сами себе подвезли. В общем-то Арт вместе с тиммейтом решили просто пушить противника. Который поставил бомбу. Но дальше уже путь в следующий раунд уже с хедшотом. Да. 17-17. Фурия только что выиграла раунд 2-3. И при этом была, конечно, сложность Алексея в том, что они не поставили бомбу. Я говорю сейчас о команде Спирит. Вот они стояли. Но с другой стороны нужно было перестреливать дефолтные позиции. Не смогли они даже нанести кое-какой урон оппонентам, которые стояли. То есть ощущение, что просто не перестреляли. Вроде как все правильно. Они схематически были расположены. Но вот ощущение, что не перестреляли. Так бывает. Фурия берет первый раунд в защите. Да. Под монстр полетело все у нас. Арт выпускает Юрий под флешку. Активности на центре уже начинается. Молотов глубокий тоже был через банан. Такого Молотова, кстати, у нас вроде как еще не было. Ну, во всяком случае, нам его не показывали. Фурия. Удалось создать эффект того, что вы пушите мидл. С другой стороны, заход еще на точку Б. И Винни к этому был абсолютно не готов. Только потому, что Молотов горел в яме. Да, споймали на пол позиции его. Он, видимо, просто не ожидал именно в этот момент активности от игрока атаки. И сам Дайанг сделал важный энтри. Есть преимущество у Тим Спирит. Будут они разыгрывать его в более позднем тайминге. Почему? Потому что сейчас идет выход на лот. Там второй номер. Юрий. И там уже пошла перестрелочка. Здесь Сирата делает фраг. Тут, короче, вообще произошло просто замешательство на всех сторон. Ребята, вы так не выходите. Если у вас перекрестный огонь, возможно, будет. Вы чекаете два разных угла. И при этом один смотрит нормально, а второй в своего тиммейта. Арт закрывает Диму. И по АВП уже есть информация о команде Спирит. И, возможно, это будет довольно быстрый выход на точку Б. Кстати, туда только сейчас устремляется Ксирата. И Арт тоже будет перетягиваться. Возможно, ребята просто попытаются угадать вектор выхода своих оппонентов. Это Сотфик, Колди и Довкост. У них есть раскидка. Вот она полетела на точку Б. 3 в 2 ситуация. На халпе играет Ксирата. Это довольно неплохая позиция, но если прилетит сюда Смок, будет очень и очень тяжело. Смока нет? Возможно, прилетит Молотов. Нет, все-таки Диму Е. Все. Можно было долго фантазировать, но просто... Есть Смок, нет Смока, но есть как шот. Как? Попал. Последний Ад. Все же пытается. Флешка еще одна полетит или нет. Там все закончилось. Только один Смок у Довкостона. Это не важно. Сотфик закрывает вопросы. У нас будет очередной матч-поинт. Да, сейчас либо вторые допы. Курия возьмет раунд, и мы посмотрим еще одни дополнительные. По деньгам там, конечно, вопросы. По деньгам все плохо. У некоторых бойцов, потому что есть тоже АВП от Арта, но Арт, если честно, совсем уж не идет от него играть с этим АВиком сегодня. Сколько раундов уже посмотрели девайсных, да, Алексей? Но я бы не сказал то, что он выступал X-фактором в своих раундах, когда он покупал АВП. Абсолютно точно с тобой согласен. Тут Довкост в этом плане просто переиграл своего оппонента. Опять же, да, как ты говоришь, X-фактор. Вот здесь Довкост для Spirit был X-фактором. Арт, в свою очередь, нет. Что, медленный выход у нас? Тоже немедленно, я бы сказал, что это ранний выход от Team Spirit на детскую площадку. Разыгрывают некий дефолт. Один игрок под базой B, один в коннекторе. И все еще на респауне находится Довкост с АВП. Но он, судя по всему, как раз таки просматривает вот этот вот возможный поджим от Юрия Сантоса. Будет ли флешка? Тоже вот вопрос. Юрий полетела. Разворачивается. В итоге два минус сотни. Вадима Сотвик падает. Там же бомба была. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, Колди. В коннекторе до сих пор еще не вышел. Нужно прочекать абсолютно все углы, где могут находиться ребята из Fury и Sports. Но в итоге ситуация плачевная. 3 в 5. Да, это красный Юрий. Да, он будет там до последнего стоять. Но с другой стороны уже подоспела помощь. Ой, Юрий. Неплохой тайминг. Прорывается еще и там красным Колди оставляет. Но с другой стороны Арт не выпускает дальше этот коннектор. До бомбы еще нужно дойти. И этим сейчас занимался Давкос. Но времени здесь атака потеряла очень много. 4 в 3. У нас пошла перетяжечка на базу Б. Очень важно, Виктор. Как? Сам Дайанг пришел просто в соло, пересерелял своего оппонента. Здесь нет позиции у Fury. И Team Spirits сейчас просто могут отменить вот эти возможные вторые допы. Главное смог на девятку, потому что все под контролем. Хелпа, коннектор тоже закрыт. И в итоге Давкос будет ставить эту бомбу. По сам Дайангу, ну, должны были догадываться Fury, то что он будет близко где-то держать. И нужно все прочекать. Сирата в коннекторе. Бомба поставлена. Есть только один наборный пуза. Ой-ой-ой-ой. И к Сирата врывается, сбирает Колди. И сам Дайанг. Врывается один-один ситуация в итоге против Сирата. Тут неплохо откидывается Хае. Но тот игрок защиты не спешит. Еще одна Хаешка. Возможно, это минус 4. От сам Дайанга. Да! Команда Spirit побеждает. Отличная игра. 19-17 на первых доп.